Над Европой сгущается тьма. Иван Яковина. Новое время страны. Украина. 12 марта 2018 года. Сразу два очень важных события произошли в Западной Европе. В Италии состоялись всеобщие выборы в парламент, а в Германии появилась, наконец, действующая коалиция. Обе эти истории навели меня на очень невеселые мысли. В Италии победителями стали популисты, крайне правые из партии Лига и крайне левые из движения 5 звезд. Традиционные левые с треском провалились. Традиционные правые Сильвия Берлускони тоже выступили так себе. Таким образом, Италия продолжила общеевропейскую тенденцию на размывание политического центра. Радикалы рвутся к власти по всему континенту. В Италии 5 звезд обещают прищучить банкиров и политиков, ввести интернет-демократию и вообще отказаться от правительства в его современном виде. Правая Лига намерена укрепить государство и устроить настоящий яд мигрантам, проведя массовые депортации около полумиллиона человек. Их хотят отправить назад, в Северную Африку. При этом и левые, и правые крайне скептически относятся к ЕС и благосклонно смотрят на путинскую Россию. Они, например, не прочь отменить санкции против нее и возобновить строительство газопровода «Южный поток». Любое новое правительство Италии будет очень прохладно, скажем так, относиться к Украине. Но в долгосрочной – это очень опасно. Из-за вхождения в коалицию СДПГ оказалась на грани раскола, среди социал-демократов идет настоящая гражданская война. На следующих выборах эта партия будет обречена на жалкий результат. И это при том, что совсем недавно она считалась одной из наиболее влиятельных и мощных во всей Европе, а не только в Германии. Кроме того, официальный статус главной парламентской оппозиции получила крайне правая альтернатива для Германии. Вместе с этим статусом они получили целый ряд ключевых мест в Бундестаге, включая пост главы бюджетного комитета. Теперь немецкий бюджет будут писать неонацисты, с чем я нас всех и поздравляю. Но это еще не все. Из-за нежелания европейских элит обратить внимание на проблемы среднего и рабочего классов, по всему континенту традиционные правые и традиционные левые проваливаются в ад. За них просто никто не голосует. Высокие результаты популистов в Италии, Франции, Финляндии, Великобритании, Нидерландах, Греции, да везде уже, это не аберрации и не аномалии. Это устойчивая тенденция. Это – новая норма. Европейским элитам пора срочно сделать вид, что ничего особенного не происходит и взяться за ум. Иначе я вам гарантирую, уже в следующем электоральном цикле в странах Старого Света начнут появляться новые Муссолини, за которыми пойдут уже современные издания Гитлеров. И виноваты в этом будут не тупые избиратели, а умные министры и депутаты, которые заботятся только о своих спонсорах из крупных банков и корпораций, отдавая простых избирателей на откуп популистам, националистам и социалистам всех мастей. Над Европой сгущается тьма. И это очень, очень серьезно.